Природа наградила Мирсду Мартинсона поистине голливудской внешностью. Большие голубые глаза, ослепительная улыбка, пухлые чувственные губы. Кажется, что в женщине причудливо скрестились знакомые черты признанных красавиц Софи Лорен и Бриджит Бардо, за что ее и прозвали секс-символом советского кино. Родители будущей актрисы встретили друг друга в Латгалии, откуда родом была мать Мирсды – Моника. Отец в то время проходил службу в погранвойсках, где на балу в увольнении познакомился с будущей супругой. В 1951-16 августа в Риге у них родилась дочь, которую нарекли красивым и звучным именем, в переводе с греческого означающим «мир», а с латышского – «сияющим». Позднее, когда девочка подросла, эти танцевальные мероприятия стали доступны и ей. Поначалу, когда приглашали вальсировать, она стеснялась и убегала, а позднее полюбила музыкальные вечера всей душой. Лето неизменно проводилось в деревне у бабушки, баловавшей любимую внучку историями прошлых лет. Школьные знания усваивались легко. Дневник пестрил положительными оценками, особенно по точным наукам, математике и химии. Параллельно с этим ученица Мартинсона, в отличие от одноклассников, охотно участвовала в самодеятельности, лея мечту блистать на сцене в роли актрисы или певицы. Положенный срок выпускница выбрала химфак политехнического вуза. Однако учитель алгебры Вернер Страупе, увлекающийся нумерологией и астрологией и старавшийся привлечь к этому своих подопечных, предупредил Мирсду, что та сделала неверный выбор. Послушавшись совета наставника, девушка поступила в народную студию киноактера. И здесь ей снова повезло. Одним педагогом являлся главный режиссер Дайлиса, сначала отправивший талантливую студентку на театральный факультет, в то время в Государственные консерватории, а затем принявший в крепкие объятия собственного театра, который не разорвал до сих пор. На вопрос о безрассудном поступке актриса привела случай из детства. Однажды в дошкольном учреждении к ней воспылал нежными чувствами главный товарищ по играм – Валдис. Слова словами, но Мирза попросила рыцаря доказать серьезность отношения на деле. Мальчик выбежал на дорогу и лег на асфальт перед идущим троллейбусом. Кинематографическая страница биографии открылась еще в молодости. В 1970-м, когда девушка обучалась в студии, она снялась в эпизоде фильма «Стреляй вместо меня», повествующем о том, как война превратила киномеханика в воина. Позднее в фильмографии актрисы пополнилась остросюжетными лентами. «Испанский вариант», «Смерть под парусом», «Незаконченный ужин», «Ждите Джона Графтона» и многими другими. Одна из них, «Мираж», принесла артистке бешеную популярность. Поклонники заваливали ее письмами с признаниями в любви. На улице не давали прохода без автографа. По воспоминаниям Мартинсона, свою подпись ей доводилось оставлять на белоснежных рубашках и почти всех частях тела. Почитатели даже не подозревали, что исполнительницы не чужды были и простые человеческие комплексы из-за высокого роста и пухлых губ. Что касается отношения самой Мирзды к роли, сделавшей из нее одну из обожаемых женщин Советского Союза, то она признавалась, что съемки дались непросто. Режиссер требовал в кадре обязательной подлинности и в прыжках, и в поцелуях. «Я не чувствовала, что это мой звездный час. Просто была молода, окружена хорошими актерами и ощущала себя великолепно. Больших гонораров не получала. Если знаменитая Вия Артмане в то время имела ставку в 50 рублей за съемочный день, то мне платили 12, и я ничуть по этому поводу не печалилась», — говорила звезда. Наряду с восхищенными отзывами Джинни Гордон приходилось терпеть и угрозы от ревнивого грузина, если та не примет его ухаживание. И праведное возмущение куританских советских гражданок за демонстрацию шикарной фигуры то в сексуальном леопардовом купальнике, а то и вовсе обнаженной. Но актриса оказалась с крепким орешком, игнорируя упреки и шпильки со стороны. Мартинсона принадлежит к числу деятелей искусства, отдающихся своему делу до конца. Она не позволяла себе поблажки из-за простуды и звездные капризы. Была занята в фильмах, рассказывающих о семейных отношениях. В 2014-м — в «Мамах-3», в 2017-м — в «Сыне». «Мираж» подарил своей главной героине не только любовь миллионов советских ценителей-детективов, но и коллеги по цеху Мартинша Вердинша, представшего в той же работе в образе одного из полицейских. Вскоре серьезное чувство, завязавшееся на съемочной площадке, переросло в брак. У пары родились двое детей — дочь Мадара и сын Мартинш Матес. Однако спустя почти 20 лет Мирза приняла решение прекратить совместное проживание. По одной из версий, этому поспособствовала постоянная профессиональная занятость актрисы. По другой — усугубившаяся пристрастие мужа к алкоголю. Супруги официально не разведены, но редко общаются. Известно также, что у женщины закрутился роман со служивцем Ремигиусом Сабулисом, сыгравшим боксера в «Богаче-бедняке». «Я хочу уладить свою жизнь, я хочу быть счастливой, любимой, потому что у меня нет сейчас любимого человека. И хочется смеяться, я давно не смеялась. Как в молодости палец покажет, и все смеются. Я давно так не смеялась. Хочется лучшей жизни» — отвела Мартинсона на вопросы, касающиеся личной жизни сейчас. Актриса увлекается астрологией и нумерологией, обожая читать книги, отдыхать на Ладгальских озерах и наслаждаться советскими комедиями. На многочисленные просьбы раскрыть секреты сохранения стройной фигуры и молодости женщина отвечала, что никакими специальными диетами никогда не пользовалась. Питается исключительно по лунному календарю, и это позволяет держать вес в норме. А для создания массы для лица отдает предпочтение народным рецептам. Артистка продолжает служить в родном театре «Дайлис». В репертуаре 2018 года занята в драматической постановке по роману американской писательницы Айн Рент «Идеал» и в спектакле по пьесе «Преступление сердца», за которую ее автор получил престижную Куллицеровскую премию. Мирза охотно принимает предложение посетить телепередачи, побеседовать с журналистами и дать интервью, где неизменно советует читателям научиться прощать и всегда и везде улыбаться. Например, в августе этого же года артистка стала гостей программы «Привет, Андрей», посвященной красавицам, чьи фотографии в прошлые годы оказались размещены на обложке советского экрана. Продолжение следует... Продолжение следует...